Миномет 2Б-14 поднос. Советский миномет калибра 82 мм. Разработан одним из КБ Горьковского машиностроительного завода. Полигонные испытания миномет прошел в Афганистане и были приняты на вооружение Советской Армии в 1983 году. 2Б-14 поднос. Предназначен для уничтожения подавления живой силы и огневых средств противника интересной дострелковой роты. Миномет сделан по схеме мнимого треугольника. Заряжание производится с дула. Ствол миномета – гладкоствольная труба с навинтным казенником. Прицел оптический МПМ-44М. Лафет двунога. Состоит из, собственно, двуноги с подъемом механизма, механизм горизонтирования. Поворотного механизма, двух амортизаторов и обойвы для соединения лафета со стволом. Опорная плита круглой формы представляет собой штампованную конструкцию с приваренными снизу грунтозацепами, обеспечивающими устойчивое положение ствола миномета в момент выстрела. В походном положении миномет разбирается и переносится или переводится в трех бьюках. В нашем случае в игре бьюков 2. Основные технические характеристики. Калибр 82 мм. Масса в боевом положении 42 кг. Вьюк ствола 16. Вьюк опорной плиты 17. Масса вьюка двуноги 13. Скорострельность с исправлением наводки 15 выстрелов в минуту. Скорострельность без исправления наводки 22 выстрела. Угол воздушения в градусах от 45 до 85. Угол горизонтального наведения без перестановки двуноги плюс-минус 4 градуса. Угол горизонтального наведения с перестановкой двуноги 360. Максимальная дальность с дальнобойным стрелем 3922 метра. Минимальная дальность с стрельбой 85 метров. Расчет от 2 до 4 человек. Теперь перейдем непосредственно к нашей игре. Итак, появились мы на карте. Для начала нужно сориентироваться. Где мы находимся? Находим ориентир. Для ориентирования нам необходимо, как мы помним, как минимум 2 ориентира. Проводим от этого ориентира согласно направлению прямую. Дальше ищем еще один ориентир. Наверное, этот домик тоже подойдет. Проводим прямую от этого домика. И на пересечении двух этих прямых будет приблизительное наше местоположение. Так, дорога, домик. Наше положение. Миномет. Местоположение наше мы нашли. Чистим карту от всего лишнего. Далее. После того, как мы забрали миномет, необходимо его отгоризонтировать. Горизонтировать миномет нужно через кнопку взаимодействия. Наводимся на миномет. Нажимаем кнопку взаимодействия. И выбираем пункт «Горизонтировать». Горизонтирование проводится один раз сразу после установки миномета. И при стрельбе не сбивается. Теперь он стоит четко под хоризонту. Будет стрелять туда, куда мы его будем направлять. Так как наша цель находится за горой, прямой наводкой понебить мы не сможем. Для того, чтобы навестись на цель, будем использовать хорошо заметный ориентир на местности. Для этого в районе нашего местоположения необходимо найти какой-нибудь ориентир. Это может быть что угодно. Дом, перекресток, куст. Главное, чтобы он был хорошо заметен. И был обозначен на карте. Неплохой ориентир мы уже с вами нашли. Например, пускай будет вот этот белый домик. Все верно. Обозначим его как точка. Обзовем его как точка наведения. Теперь займемся сбором необходимых ландовых для прицеливания. Это данные такие как азимут на точку наведения. Азимут на цель, дальность до цели и дирекционный угол. Воспользуемся инструментом для работы с картой. Значит, вычисляем. Азимут точки. Назимаем точки наведения. Ну, как-то так. Получается 0, 10, 15, 16 градусов. Получается. Угол точки наведения равен 16 градусов. Сразу же с помощью таблицы Excel, которую я себе составил, да? Мы переводим это в тысячные. 0, 2, 67. Получаем. Оно же равно 0, 2, 67. Отлично. Теперь вычисляем азимут на нашу цель. Так. Поточнее. И видим, что это 67, 75, 76, 77, 78. 78 градусов. Угол цели. Правильно. 78. Градусов. 13,00. Тысячных. Отлично. Выяснили направление на цель. Точку наведения. Выяснили направление на цель. Теперь необходимо записать дальность. Мы видим, что раз, два километра, два с половиной километра, два пятьсот. Запишем. Две миномета равна до цели две пятьсот. Для корректировки огня нам, думаю, еще понадобится дальность нахождения корректировщика от цели, чтобы он придавал. Данные. Сразу их, ее вернее, замерим. Она будет равна 1120, 30, 35, 1135. Дальность верить и выше равна 1135. Отлично. Теперь нам необходимо выяснить разницу, куда будет смотреть наш окуляр и куда будет смотреть наш миномет, то есть так называемый дирекционный угол. Для расчета дирекционного угла необходимо взять значение угломера, при котором окуляр у нас совмещен с осью миномета и прибавить к нему поправку, которая вычисляется путем разницы между направлением на наш ориентир, точку наведения, и направлением на цель. 30, 2, 0, это значение угла мира, при котором окуляр совпадает с осью миномета, и прибавляем к нему поправку. Угол цели минус угол точки наведения. Следует помнить, что выражение в скобках может принимать как положительный, так и отрицательный значение. Соответственно, если цель находится правее нашей точки наведения, мы будем прибавлять поправку. Если левее, отнимать ее. Получаем 40, 33 после проведения расчета. То есть мы из 13, 2, 0, вычли 0, 2, 67 и прибавили этот цель 30, 2, 0, получили 40, 33. Переходим в прицел, открываем его, и мы сказали, что наш дирекционный угол, то есть значение угла мира будет равно 40, 33. 40, 29, 33. Отлично. По дальности. Теперь нужно скорректироваться по дальности. Мы сказали, что наша дальность равна 2, 500. Открываем таблицу стрельбы. Основной снаряд бьет на дальность 450 метров. Нам не подходит первый. Тысяча 450 не подходит, мало. 2, 400 не подходит. У нас 2, 500, значит третий снаряд. Третий снаряд, 2, 500, это 6, 93. Открываем прицел. Вводим сюда. 6, 93. Пейдж-пейдж-пейдж-пейдж-пейдж-доу. 6, 90, 3. Ввели. Но, если обратили внимание, ничего не изменилось. Для того, чтобы наш миномет смотрел именно на тот угол, который мы ввели в значение угломера в нашем прицеле, необходимо данный треугольничек совместить с нулевым положением. Здесь такая хитрень, что если треугольничек ниже нулевого положения, нажимаем стрелку вниз. Если выше, стрелка вверх. Оп. Поточнее. Выставили. Мы теперь видим, что наш миномет смотрит именно туда, куда нам нужно. По углу. Далее. Наш прицел. Мы договорились, что будет смотреть на угол дома. Необходимо его чуть-чуть сместить. Все. По азиму мы тоже настроили. Далее. Чтобы сам окуляр. Сейчас наш миномет не двигается. Двигается только окуляр. Ну, как-то так. Выбрали третий тип заряда мин. Их необходимо подготовить. Опять через минут взаимодействия. Подготовить мин. Минные осколочно-фугасные. Воспорисе будут полметровые. Заряд третий. Мы договорились. Подготовим все. Мины лежат по полу, но на земле. С земли они и будут заряжаться. Пробуем. Первые пристрелочные. Выстрел. Заряжаем. Выстрел. Заряжаем. Выстрел. Заряжаем. Выстрел. И приходим на место корректировщика, чтобы посмотреть, куда летят наши мины. Вон она наша цель. Начнем. Ой, хорошо лево. Отлично. Раз. Два. Разброс. Два. Разброс. Первая здесь. Вторая здесь. Третья здесь. Так, ну, получается, нам нужно немного левее на... На двадцать тысячных. Корректировка прицела на миномета будет равно. Количество тысячных. Винокли корректировщика. Умноженное на дальность корректировщика до цели. И деленное на дальность миномета до цели. Получается два ноля. Ноль в девять. Возвращаемся к минометным. Сказали, что прицел нужно поднимать. Бить. Нужно левее. Сорок. Двадцать четыре. Пробуем. Возвращаемся к корректировщику. И наблюдаем. Вот этот хаммер уже без колес. Этот, скорее всего, тоже без колес. Это еще пока двигается. Есть прямое попадание. Дальше нужно будет просто отработать все снаряды. Теперь остается только работать. Разбросы миномета. Крытично. Поэтому давайте еще. Где-то вот так. Дальше нужно будет просто отработать все снаряды. 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 Продолжение следует... 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 Мы просто можем бить и на 100 тысячных. Здесь уже будет на 120. Это уже ощутимо. Чтобы долго не пересчитывать, не сидеть с калькулятором. Здесь как бы сразу все рассчитывается. Если надо бить правее, бьем. Ставим 58,78. Если надо бить левее, 57,88. Как-то так. На этом все. Всем спасибо. Надеюсь, был полезен. Продолжение следует...